МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте всех зрителей БУК-ТВ. Мы приглашаем в студию программы «Итоги недели». В ближайшие 30 минут рассказ о событиях Бреста, подготовленный корреспондентами нашего канала. В студии Виталий Матюшин. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема выпуска. Мы гордимся вами, мы поддерживаем вас, мы говорим вам спасибо. День медицинского работника отмечают белорусы 20 июня. Ирина Левчук о тех, кто и в профессиональный праздник на передовой. Их именами названы улицы Бреста. В областном центре прошла торжественная церемония открытия стелс-брельефами увековеченных в граните героев, защитников Брестской крепости, солдат и офицеров, партизанов-подпольщиков, первого героя Беларуси Владимира Карвата. Праздник, который не имеет официального статуса, но признан и поддержан брещанами. День отца отмечают в Бресте. В эфире программа «Итоги недели» мы и начинаем. Медицину можно считать основным достижением человечества. Врачевание всегда было уважаемой и ответственной профессией. Каждодневная забота, сострадание, милосердие и сегодня остаются отличительной чертой медицинских работников, которые профессионально и самоотверженно выполняют свой долг, возвращая людям здоровье, а зачастую и жизнь. Последние полтора года это стало ощутимо как никогда. Коронавирус – это беда, которая пришла к нам неоткуда. Сколько горя принес этот маленький, но такой коварный вирус. И вот здесь на передовую вышли врачи. Их называют бойцами, героями их, простых докторов разных специализаций, разного возраста. Все вместе они стеной стали на защиту своих пациентов. Они, рискуя собой, спасают нас. И благодарности заслуживают все медицинские работники, кардиологи и онкологи, педиатры и инфекционисты, специалисты центров гигиены и эпидемиологии, терапевты – все. 20 июня люди в белых халатах отмечают свой профессиональный праздник. Все мы говорим им спасибо. Пандемия, карантин, COVID-19 – пугающие слова и определения, которые вошли в нашу жизнь не так давно, но уже успели набить оскомину. Беда, которая накрыла весь мир еще в конце 2019 года, до сих пор рядом с нами. Невидимый враг не ушел с радаров, и самоотверженная борьба медиков с ним продолжается и по сей день. За их мастерство, смелость, преданность работе и клятве Гиппократа в преддверии профессионального праздника в Брестском областном общественно-культурном центре собрали медицинских работников, чтобы выразить искренние слова благодарности и признательности за их ежедневный труд и отвагу. У нас достаточно высокий уровень нашего медицинского персонала и вся система организации здравоохранения Брестской области. Она действительно в нелегкое время справляется с теми поставленными задачами, которые необходимо сегодня выполнять не только оперативно, но и качественно. Потому что, что такое COVID-19, да, и когда вся страна, в том числе, работает в таких условиях, в том числе и брестские медики, они сегодня достойно стоят в свою вахту, они сегодня выдерживают перегрузки, которые необходимы, к сожалению, для того, чтобы сегодня спасти нашего пациента, любого заболевшего в Брестской области в том числе. Врачи Брестской области, как и других областных центров, в быстром порядке приключились и начали активную борьбу с коронавирусной инфекцией. Оказавшись на передовой, никто из них не дрогнул, никто не испугался. Работать было сложно, иногда невыносимо, но они выстояли и продолжают бороться до сих пор. Второй год мы уже живем в условиях пандемии COVID-19. И органы госсанадзора, то есть простом и санитарной службы, наряду с лечебной сетью, успешно борются с коронавирусной инфекцией. Скажем так, уже в апреле прошлого года мы, наряду с пограничной таможенной службой, на погранпереходах совместно выявляли лица с признаками заболеваний, которые приезжали на территорию Брестской области за границей. Более миллиона человек, вдумайтесь в эту цифру, были осмотрены нашими сотрудниками с целью недопущения завоза и распространения на территории области COVID-19. Эти и многие другие меры были приняты для борьбы с пандемией. А поддерживать боевой дух медиков в том числе помогают самые добрые слова, самые искренние поздравления и пожелания, которые с особым трепетом звучали на сцене. Ведь все это от души, от чистого сердца, с полным пониманием тех сложностей и трудностей, которые ежедневно преодолевают врачи. В их честь не только благодарности, но и, конечно же, награды. Брестская область всегда отличала особенный подход к делу. Они всегда, здравоохранение Брестской области, выстраивало свою работу с позиции человека, и начиная с первичного звена. И вот, наверное, это одна из тех особенностей области, потому что очень много наших программ, которые стали потом республиканскими, начинались именно в Брестской области. Это и раннего выявления болезни сердечно-сосудистой системы, это и очень интересные выезды по ранней диагностике онкологических заболеваний, это программы подготовки врачей общей практики, это и строительство и оснащение ангиографических комплексов в межрайонных центрах. Вы знаете, что так сегодня работают Барановичи и Пинск, два достаточно сильных межрайонных центра. И, конечно, это основной уровень, это областной уровень. Вот мы сейчас даже обменялись мнением, что сегодня Брестская областная больница одна из самых сильных больниц в республике. Каждый из тех, кто выходил за поздравительным адресом, много лет отдал работе на благо людей и никогда не пожалел о выбранном пути. Среди награжденных Сергей Кляус, главный врач Брестской центральной поликлиники. Он не понаслышке знает о всех трудностях, которые преодолевают врачи. Точно 2020 год и 2021 год, он, конечно, в особых условиях протекал, потому что в условиях борьбы с пандемией. Тяжело было, скрывать не будем. Особенно было тяжело в 2020 году в такие месяцы, как июнь месяц, декабрь месяц. Но система здравоохранения города Бреста и Брестского района достойно справилась с поставленными задачами в условиях работы с ковидной инфекцией. В преддверии Дня медицинского работника я хочу отметить, что мы справились с поставленными задачами и справляемся дальше. Справиться с поставленными задачами в сложные периоды было непросто, но медикам Брестской области и города это удалось. А потому выражали слова признательности героям в белых халатах, которые трудятся в учреждениях здравоохранения областного центра и награждались за труд руководителей города. Цветы, благодарности, аплодисменты в такой дружественной обстановке проходило награждение. Если еще несколько лет назад фраза «медик – героическая профессия» звучала как абстрактная метафора, то сейчас это абсолютная реальность, что медик, медицинский работник – это, по сути дела, синоним таких слов, как «герой», «самотверженный человек». И отдать знак уважения, показать свое уважение к этим людям – это наш толк общий всех горожан. Медицина города Бреста успешно справляется с теми вызовами, которые нам выдвинула эпидемиологическая ситуация в мире. Центральная городская больница, больница номер один, успешно решает задачи не только нашего города, но и близлежащих регионов. Уровень квалификации наших врачей позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. И я не сомневаюсь, что Брестская медицина будет всегда держать лидирующие позиции в общей структуре медицинской нашей системы Республики Беларусь. Да, образ человека в белом халате сейчас значит многое. Это настоящие герои нашего времени. Заслуженные награды были вручены медикам разных специальностей. Здесь прозвучали имена врачей лаборантской диагностики, врачей-инфекционистов, дезинфекторов, провизоров, терапевтов, медицинских сестер и многих других. Все они сражались за жизни людей и продолжают это делать до сих пор, а потому вклад каждого специалиста в общее дело велик и очень значим. Наша больница считалась по городу одним из, условно скажем, чистых учреждений, которые не были вплотную связаны с пациентами, болеющие коронавирусной инфекцией. Но мы должны все понимать, что в общем-то больница скорой помощи и пациенты, которых везет скорая помощь, направляется в участковую врачу. С учетом инкубационных периодов болезни, естественно, встречались, это, скажем, мягко сказано такое у нас. То есть мы были тоже вплотную, начиная с апреля 2020 года. Это непосредственно все начиналось с нашего отделения, так как профили все-таки у нас терапевтические, значит, вплотную соприкасались с этой инфекцией. У нас все специалисты нашей поликлиники активно приняли участие в борьбе с этим процессом. И было непонятно, когда все это началось, как все будет происходить. Спасибо нашим врачам, нашим молодым специалистам. Никто не дрогнул, все встали в первые ряды, сказали «я» и поехали спасать пациентов. У нас в этом участвовали и лор-врачи, и неврологи, и окулисты. Все, буквально все принимали участие в борьбе, то есть в контактных бригадах, осматривали пациентов, выписывали им лечение. Все быстро научились работать. На лицах многих медиков маски, но маленькие морщинки у глаз врачей выдают их искренние улыбки. Слова благодарности за успешное выполнение их важной миссии – спасение жизни людей – лишь малая часть того уважения и признательности, которые испытывает каждый из нас. К слову, как отмечают специалисты Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии, помочь медикам в противостоянии с невидимым врагом может вакцинация. Очень важно каждому жителю Бреста и Брестского района понять, что только вакцинация нам поможет в борьбе с этой инфекцией. К сожалению, коллективный иммунитет будет вырабатываться и после перенесенного заболевания, но он не продолжительный. И, к сожалению, если люди будут болеть, то, соответственно, будут и потери, и серьезные осложнения. Вакцинация же дает более продолжительный коллективный иммунитет. И, в принципе, в перспективе вакцинация против коронавирусной инфекции будет ежегодной. И даже если будет вирус меняться, мутировать, то, соответственно, будут вноситься определенные изменения в вакцину. То есть, ну, по аналогии примерно как с гриппом. Пандемия показала, насколько важна система здравоохранения для государства и каждого человека в отдельности. Сейчас это очевидно, как никогда. И пусть в каждодневной заботе о других каждому медицинскому работнику хватит сил оставаться здоровыми и жизнерадостными. С праздником вас, наши герои! Образ современной женщины достаточно многогранен. Это не только мудрая хранительница домашнего очага, верная спутница по жизни, заботливая мама и бабушка. Сегодня женщины добиваются успехов на профессиональном поприще. Елена Дементьева, врач-травматолог-ортопед Брестской детской областной больницы, одна из таких серьезных, активных и увлеченных. Решив еще в школьные годы стать врачом, сегодня она подтверждает статус профессии большим количеством достижений, главной из которых – любовь и уважение маленьких пациентов. О враче с историей расскажет Алена Миневич. 32 года, именно столько лет работает в медицине наша героиня Елена Дементьева. Она сама выбрала свой путь еще в седьмом классе, решив быть доктором, детским доктором, так и никак иначе. Отучившись в Гродненском университете, в Ульи судеб она оказалась в России, где стала травматологом-ортопедом, детским. А дальше возвращение в Беларусь, работа и жизнь в Пинске и вот он Брест, где она с 2002 года стояла у истоков формирования Брестского детского травматологического пункта. Спустя годы Елена Александровна совершенно точно не жалеет о своем выборе. Она искренне любит то, что делает, а это как раз залог не только успешной работы, но и внутреннего удовлетворения от жизни в целом. Удовольствие от работы я получаю, мне она нравится. Мне нравится работать с детьми, мне нравится именно то, что мы, скажем, наша работа сразу видна, результат. Помог ребенку, ему стало легче, ему перестало болеть, вот, поэтому это удовлетворение. Особенно приятное удовлетворение, когда под вывих приходит ребенок, ручка болит, это получается такой маленький фокус, под вывих вправился, ребенок счастлив, родители счастливы. Как это так быстро? Важно любить, что ты делаешь. И когда получаешь какой-то момент отдачи, вот даже просто ребеночек уходит, говорит, все, пока, пока, ты расстаешься с ним другом, по сути дела. Вот это вот, ну это приятно. С детьми работать приятно. Помимо того, что детский доктор просто обязан быть профессионалом своего дела, он также должен быть психологом, педагогом, человеком с ярко выраженной эмпатией, здоровым спокойствием и умением найти контакт со всеми. Ведь он общается не только с детьми, а иногда это бывает непросто. С детьми работать несложно, главное просто их понимать. Ребенок никогда не придумает, что ему что-то болит. Если ему болит, ему болит. Когда не болит, его можно отвлечь, и понятно, что это не болит. Понятно, где есть истерический какой-то момент. Сложнее всегда работать с родителями, которые себя точно так же ведут с истерическим моментом. Вот это вот самая большая сложность в работе любого детского доктора, не только травматолога, это и педиатра, это и родителей, бабушек, дедушек. Обучение для иною в жизни – это залог успеха не только Елены Александровны, но и абсолютно каждого врача, желающего быть отличным специалистом. Ведь в современном мире скорость потока знаний велика, техники и методики лечения непрерывно совершенствуются. Появляется новое оборудование, которое требует новых знаний от врача. Елена Дементьева – один из тех специалистов, которые учатся, совершенствуются. И этот процесс постоянный. Елена Александровна освоила современный аппарат – оптический топограф ДИРС. Он позволяет бесконтактно определить трехмерное строение тела, оценить состояние позвоночника и окружающих его структур, обнаружить перекосы и нарушения осанки, что главное – все это без лучевого воздействия. Аппарат можно использовать в двух случаях. Действенное применение его. Во-первых, для того, чтобы снизить лучевую нагрузку детей, больных с коллиозом. Потому что ежегодное облучение, это, понятно, дает осложнение, особенно девочке, которые чаще страдают с коллиозом. И это облучение именно грудного отдела, соответственно, очень сильно влияет на здоровье. Поэтому отслеживать на оптическом топографе динамику развития сколлиоза гораздо удобнее. Это не лучевая диагностика, это просто лампочка, вот обычная лампочка свет, и потом дальше уже работает компьютер, математическая программа. Для скрининга нарушения осанки, именно потому что трудно отслеживать, врачи кругом разные, а это единственная возможность визуализации нарушения осанки. Не то, что доктор один пишет, я вижу так, в другой виде так. Здесь берется бумажка, картинка, и смотрит ребенок, точнее врач смотрит состояние ребенка, какой он был полгода назад, два года назад. И, соответственно, если конкретно здесь в программе, можно посмотреть, какой он был два года назад, и собрать его сейчас, и посмотреть опять-таки динамику. Поэтому удобно и для поликлиники, и тем более для сколлиозной школы, то бишь именно для детей больных сколлиозом. В жизни Елены Дементьевой, конечно, не обошлось без продолжения династии медиков. Несомненно, ее пример, рабочий образ жизни, безмерная любовь, желание помогать людям нашли отголоски и в сердцах ее детей. Старшая дочь пошла по ее стопам, став врачом-неврологом. Кто знает, может быть и внучка когда-нибудь откроет для себя эту сложную, но такую важную для общества профессию. Сколько я себя помню, мама всегда работала, вот абсолютно всегда. И, в принципе, мое детство проходило в ординаторских, потому что мама была на суточных, например, дежурствах, или там целый день она чем-то занималась. Допустим, после школы просто приходишь, допустим, от нее сидишь. Ну, если там какие-то вопросы надо было решать и так далее. Сначала я не думала о тебе в медицину. Я хотела быть вот всем. И археологом, и музыкантом, в музыкальную школу ходила. Я хотела стать всем. А потом как-то в восьмом классе в какой-то момент я поняла то, что я хочу связать жизнь с медициной. Ну, потому что сидишь дома, за ужином слушаешь всякие рассказы с работы. Это же обязательно было поучение, такие, как вот можно травму получить просто на ровном месте, например. Вот, и когда ты сидишь и крутишься в этой медицинской среде, и когда друзья тоже врачи, и ты это все дело постоянно слушаешь, и слова эти понимаешь, и в итоге оказываешься, ну, перед выбором то, что можно идти вот только в медицину. Она очень внимательна пациентам, она очень внимательна вообще к каждому человеку, который к ней обращается. Она действительно искренне пытается каждый раз помочь этому человеку. Вот я бы сказала просто внимательный доктор. Вот в этом плане, да. Ну, она действительно профессионал, ее уже даже не напугаешь чем-то особенным. Выбрать для себя профессию врача просто. Стать действительно достойным профессионалом своего дела сложнее. Здесь много составляющих. Это бесконечное образование и самообразование. Это хобби и работа одновременно. Это желание развиваться и быть полезным обществу. Успехи в работе и благодарные пациенты доказывают, что Елене Дементьевой это удалось. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о важном и актуальном. Символично, что накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны наш город пополнился еще одним памятным местом – аллеей с барельефами, их именами названной улицей Бреста. И действительно, в списке увековеченных в граните знакомой жителям города фамилии Сикорского, Белова, Карбышева, Попова, Харужей и многих других. Эта аллея существовала и ранее. Многие помнят ее на проспекте Машерова по пути в Брестскую крепость. Новым расположением выбрали пешеходную часть улицы Зубачева. Теперь барельефы не только можно будет рассмотреть вблизи, но и проводить здесь экскурсии. На открытие аллеи приехало руководство города, его гости и жители. Побывала там и наша съемочная группа. Людмила Логодич продолжит тему. Многие из брещан помнят аллею с барельефами известных людей, которые располагались по пути в Брестскую крепость на проспекте Машерова. Затем магистраль расширили, а стелы демонтировали. Здесь можно было бы поставить точку, но только не в нашем городе, где его руководство держит курс на сохранение исторической памяти о героях, в том числе сохраняя подобные знаковые места. Машерова убрали, и одна из достопримечательностей нашего города ушла. Но у нас не было ни процента сомнений, что где-то это реинкарнируется. Вопрос – где? И сейчас скажут, что не то место. А где? В каком месте? Кто скажет? Никто. То есть критикует – предлагай. Но здесь мы пошли на перспективу. С учетом того, что Найбережная сюда доходит, и зоны кешеходных прогулок будут вот так идти по этим местам велосипедных, поэтому мы сделали вот так. Поэтому прежде всего здесь присутствуют руководители и предприятия, которые оплатили. Цена проекта – 160 тысяч долларов рублей. Ни одно предприятие не отказалось от участия в проекте. Самое важное, что есть возможность дальше расширять в это направление, да и дальше. Герои Белоруссии и Советского Союза – защитники и руководители обороны Брестской крепости, генералы и партизаны-подпольщики. Их имена увековечены в названиях Брестских улиц, а теперь и в аллее с барельефами из гранита. Ранее многие элементы были выполнены из металла и пришли в негодность. Но после реконструкции стелы обрели не только новый вид, но и долговечность. Была инициатива городских властей, городского совета ветеранов, областного совета ветеранов. Инициатива заключалась в том, чтобы восстановить стелы. Их именами названы улицы города Бреста, которые ранее стояли на улице Машерова. Потом было принято решение горосполкома о начале строительства. Было произведено проектирование, разработка всего этого. Были произведены, выполнены художественные советы, где были утверждены формы стел. И дальше началась уже фактическая работа. Еще в 2019 году городской исполнительный комитет объявил конкурс на лучший эскиз будущих стел. И сейчас мы можем видеть воплощение задумки победителя. На все этапы реконструкции понадобился год. В проекте приняли участие 18 предприятий нашего города. Нашлись и желающие взять шефство над территорией. Как только мы узнали о открытии стел, о открытии этой аллеи, у нас в комиссии по благоустройству города сразу появилась идея закрепить это место за нами, чтобы ребята могли устраивать субботники, приезжать, следить за порядком на территории и выдвигать какие-то дальнейшие идеи по благоустройству этого места. 50 лет назад, когда открывалась Брестская крепость, была такая идея сделать такую аллею. Начиналась она не сразу, как у нас сейчас открытие полностью. Как мы узнавали, в Брестской крепости нам сказали, это было по очереди. Вот первые были открыты капитану Шабловскому и Кижеватову, а потом уже были, добавлялись эти аллеи. У нас же произошло немножко по-другому. В 1998 году было добавлено одно имя на эту аллею, имя Петра Мироновича Машерова, нашего государственного деятеля Беларуси. И в этом году добавилось еще одно имя. Это имя первого героя Беларуси, Владимира Николаевича Корвата. Аллея спроектирована с учетом дальнейшего дополнения и расширения, как по направлению в сторону Кольцевой, так и до улицы Машерова. Не стоит сомневаться, что данная возможность будет использована. На праздничные и профессиональные даты эта неделя богата. Воскресенье празднует свой день папы. И хочется сказать, наконец-то, у мам международный день есть, а вот мы, мужчины, были обделены. День отца – это важно. И хотя праздник этот сравнительно новый и официального статуса пока не имеет, но это не повод о нем забывать. Папа играет очень важную роль в жизни каждого ребенка и учит его многим вещам, которым не может научить мама. В областном центре пап, которые могут все, что угодно, немало. Среди них Вениамин Саган, водитель в территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района города Бреста и многодетный отец. Совместные прогулки, игры, чтение, рисование – эти и многие другие занятия входят в большой и разнообразный список общих дел Вениамина и его пятерых детей. Познакомилась с многодетной семьей и родителем, который наравне с супругой занимается развитием и воспитанием своих детей. Ирина Левчук, на таких пап нужно равняться, считает она. Смотрите сюжет. Услышав словосочетание «многодетный отец», у многих возникает ряд приятных ассоциаций. В списке подходящих характеристик числится доброта, честность, отзывчивость, искренность. Всеми этими качествами обладает герой нашего сегодняшнего сюжета Вениамин Саган. Мужчина большую часть своего времени проводит за рулем, работа обязывает. Вторую часть он без остатка отдает жене и детям. Семья Саган образовалась еще в 2003-м, и все эти годы они живут душа в душу. Секрет успеха таких дружественных и теплых отношений прост – это любовь и уважение друг к другу. Именно эти ценности вкладывают в своих пятерых детей Вениамин и Оксана. Уважать старших, уступать в место, я им всегда говорю, уступать в место в автобусе. Парням говорю, что если видите, там, допустим, бабушка с автобуса, там, ну, руку подать или, там, где-то помочь поднести, если там, ну, всем таким вот человеческим принципам, которые, ну, культурным. Быть культурным, вязливым. Большая семья Саган не только очень дружная, но и музыкальная. Каждый ребенок умеет играть даже не на одном, а на нескольких музыкальных инструментах. Тромбон, аккордеон, саксофон, труба, фортепиано, искусству игре на этих и других инструментах овладели все дети без исключения. В их доме и дня не проходят без репетиций. Отец поддерживает детей в их начинаниях, ведь сам наделен музыкальным слухом. Умеет петь, и если бы была возможность, научился бы в совершенстве владеть многими музыкальными инструментами. Моим детям говорю, что если бы, ну, как бы, меня родители так контролировали, как я вот над ними контролирую, чтобы они там играли, то, ну, я бы закончил консерваторию, как минимум. У меня музыкальный слух, как бы, я сам пою, тоже сколько себя помню. Ну, заплатили вот дети за музыкальную школу, ну, я только месяц походил, а теперь сильно жалею. А уже, как бы, сейчас начинать что-то. Так я могу одной рукой там сыграть на том же пианино, на аккордеоне, там, на гитаре, там, где-то мелодию на одной струне, там, как бы, для себя. У меня иногда музык посвящает. Старшие мальчики Андрей и Рувим готовятся к вступительным экзаменам в музыкальный колледж. Младшие дети Ксения, Маргарита и Артем пока только оттачивают свои способности. С музыкой жить веселее, говорят они, особенно, когда все разделяют это творческое увлечение. А Вениамин с Оксаной, в свою очередь, делятся, что так весело и громко в их доме было не всегда. Начало семейной жизни – это серьезная проверка на прочность. Сложности, которые приходилось ежедневно преодолевать, их закалили. Они учились быть взрослыми, а теперь учат этому своих детей. Конечно, в самом начале, когда дети были маленькие, ну, мы тоже были молодые, у нас было много сложностей, трудностей. Дети плачут, кричат, ну, где-то и мы, где-то не выспались, могли друг с другом и поругаться, ну, как бы, такие вот нюансы. Ну, со временем, конечно, дети стали подрастать, ну, мы как-то мудрее, наверное, стали. Ну, вот. Ну, на данный момент я смотрю, что, особенно старшие мальчики, они как-то больше привязаны, наверное, к папе. Ну, наш папа не может без них даже работать. Где-то что-то сделать, так собрались Андрей и Рувим пошли. Ну, вот они как-то вместе, всегда вместе. Ну, во многом, конечно, они больше папу слушаются, чем маму. Мама – это так. Мама сказала, можно не послушаться. А если папа сказал, конечно, все слушаются. Старшие сыновья Андрей и Рувим – правая рука отца. Мальчики во всем берут пример с папой. Вместе они занимаются делами по дому и хозяйству. Между ними нет секретов и обид, а только большая и искренняя дружба. Просто батя нас с маленького с собой возил, и я к нему просто привязался, и так получилось, что с батей всегда хочется. К нему привычнее, к нему бате можно подойти, все раскрыть, а к маме как-то не очень. Быть хорошим папой – важная миссия. Каждому ребенку, будь то девочка или мальчик, в детстве хочется быть такими же сильными и смелыми, как папа. Он настоящий супергерой в глазах детей и лучший друг в уже более взрослом возрасте. Отец – тот человек, которому под силу вдохновить на новое начинание, вселить веру в себя и поддержать в любую минуту. С праздником вас, дорогие папы! О других мероприятиях. 18 июня в выставочном зале нашего города прошло торжественное открытие международной филателлистической выставки «Брест-2021». Как мы все знаем, почтовая марка – это визитная карточка каждой страны. Это реальное отражение эпох, несущее в себя историю времени и вечную память. Вернисаж этого года посвящен 80-летию начала героической обороны Брестской крепости. Его организаторами выступили Белпочта и Белорусский союз филателлистов, Брестский городской исполнительный комитет и Брестский областной общественно-культурный центр. О том, кто принял участие в выставке и какой она несет смысл для общества, расскажет Алена Аминевич. 18 июня состоялось яркое и поистине торжественное открытие международной филателлистической выставки «Брест-2021». Она приурочена к 80-летию начала героической обороны Брестской крепости. Присутствовали на ней и чествовались герои, почетные ветераны Великой Отечественной войны Константин Максимович Кругликов и Андрей Петрович Базилюк. Открыли двери вернисажа для гостей, перерезав красную ленту, председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Белпочта Андрей Важник и председатель Президиума управления общественного объединения Белорусский союз филателлистов Сергей Пилипович. Также состоялось специальное памятное огошение почтовой продукции штемпелем, который был специально приготовлен к открытию данной выставки. В филателлистической выставке Брест-2021 приняли участие филателлисты из 11 стран мира. Ими представлено 90 коллекций. Традиционные филателлии, истории, почты, тематические и документальные коллекции, филателлистическая литература и максимофилия. Сильные коллекции, очень сильные. Мы заседали тут два дня, было жюри выставки. Буквально золотых медалей где-то 9. Золотые медали это от 85 баллов до 100. Это то есть результат 85-90 процентов от максимального. Это очень сильный результат. И часть этих коллекций поедет буквально в июле месяце на Белфилу. Будет проходить Белфилу в Витебске к 30-летию Славянского базара. В выставке приняли участие лучшие из лучших филателлистов. Все они талантливы, опытны и горят своим делом. География конкурса очень широкая. Это участники из Азербайджана, Армении, Германии, Израиля, Латвии, Молдовы, Польши, Украины и Чехии. Приехать смогли не все, но те, кому удалось, с радостью отвечают на интересующие зрителя вопросы и подробно рассказывают о наиболее интересных экспонатах. У меня отец коллекционировал марки с 1958 года. Мне он оставил эту коллекцию, которую я продолжил. Это был шкаф с марками. Я начал разбираться, смотреть. Где-то в начале 90-х я так серьезно увлекся. Потом, скажем так, работал, так сказать, в конце концов вернулся к этому в начале 2000-х годов. С тех пор активно собираю. Именно увлекла история почты. Если отец меня ставил марки, как, допустим, область собирательства, то история почты – это конверты, это штемпеля. Почтовая маршрута – это больше заинтересовало, и я, собственно, вот это пытался развивать. Занимаюсь организованно с 1973 года, а так, по-моему, всю жизнь. Когда был маленький, приходили. Тогда для детей филателия была как будто окошком в мир. И те письма, которые приходили, тогда еще люди писали, поздравляли со всевозможными праздниками. Больше внимания было не телефонным звонком, а участвовала почта. Ну и волей-неволей к этому пришел. А тогда еще марки клеили, марки, ну, попадались, конечно, и польские марки, потому что какая-то родня, какие-то соседи писали. Одной из важнейших сторон выставки является ее исторически-образовательная направленность. У организаторов была цель, чтобы через экспозицию посетители, а главное юное поколение изучало историю войны, историю городов и разных стран в целом. Вот у нас специально будет экскурсия для детей и подростков нашего города. И именно я попросил провести сюда детей от 12 до 16 лет, которые уже изучали историю, знают, что такое война. Маленьким детям тут скучно. Вот придут, у нас уже 8 экскурсий записано, помимо тех, которые будут случайные люди. Я уже такие экскурсии проводил на других выставках. И от этих детей видишь отдачу, в его глазах видно, что он понимает, он начинает подсказывать, он начинает задавать правильные вопросы по этой теме, и дети интересуются. Эта выставка, она будет удачной. Удачной с точки зрения того, что посетители этой выставки проникнутся в той истории теми замечательными марками, открытками, историческими. Потому что в этой экспозиции есть, например, открытки и письма 1842 года, 19 века. Это будет очень интересно и познавательно для широкого круга пользователей. Проведение такого международного конкурса масштабное и очень значимое событие для юного поколения ребят-филателистов, которые также принимали участие в нем. Даня Копцев, он получил позолоченную медаль. К сожалению, он не смог приехать, но работа его представлена. Я хочу сказать, что клубов юных филателистов, то есть детей филателистов, очень мало сейчас. Мало во всем мире, а в России их, по-моему, два или три всего лишь. И я считаю, что для Дани вообще, ну я знаю, что для Дани огромная честь сюда прислать работу. Он пытался ее сделать по европейским стандартам. Большое спасибо, что вообще организует Беларусь такие глобальные выставки, что коллекционерам и юным, и всех возрастов есть где реализоваться. Я очень рада вообще за Беларусью и за своего мальчика. Алена Миневич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Что может быть зрелищнее и увлекательнее футбола, скажут болельщики Брестского «Динамо» и будут правы. Но только в том случае, если не увидят детский футбол, где в качестве вратаря линпадающего будет собственный сын или дочь. Сегодня во всем мире отмечают День детского футбола. И в преддверии праздника наша съемочная группа побывала на тренировочных площадках детско-юношеской спортивной школы «Динамо-Брест». Как растят будущих чемпионов и почему они выбрали и полюбили футбол, узнаем из сюжета Людмилы Логодич. Я мечтаю стать сильной, как пиле. Хожу я на футбол три года. Я попала в этот клуб из-за того, что я очень много смотрел футбол и мне начал нравиться он. И вот таких мечтающих о настоящем футболе ребят в областной специализированной детско-юношеской школе при клубе «Динамо-Брест» более тысячи. Попав сюда в возрасте шести лет, ребята будут заниматься до восемнадцати, участвовать и побеждать в различных кубках, турнирах и первенствах. Цель и самая заветная мечта – успешная карьера и подписание контракта с футбольным клубом. Но удается это далеко не всем. Для того, чтобы вырасти в качественного футболиста, нужны не только физические, не только футбольные качества. Еще очень многое зависит от тех условий, где ребенок воспитывается, в каких условиях, какой у него темперамент, характер. Это все складывается в то, что потом выходит у хорошего футболиста, потому что мелочей для подготовки не бывает. Волевой характер плюс хорошие физические данные – это только отправная точка. Развитие качеств спортсмена закладывается на ранних стадиях. В этом и состоит основная задача детского тренера. В этой спортивной школе работает 21 тренер, а всего здесь 58 групп. Это показывает, насколько популярен и востребован детский футбол Белоруссии, в частности в нашем городе. Вопреки распространенному мнению о чисто мужском занятии, среди воспитанников немало девчонок с серьезным спортивным характером, который часто перешел по наследству. Я занимаюсь два года. Мой папа тоже был футболистом. Я считаю, что девочка тоже может построить хорошую карьеру. Мы набираем и мальчиков, и девочек с шести лет, так что всех ждем. Набор у нас идет с первого сентября. По ходу учебного процесса они перейдут в учебно-тренировочные группы, потом в группы спортивного совершенствования. Каждый наш учащийся, цель его попасть в основной состав, дублирующий в начале, потом в основной состав Динамо-Брест. В принципе, наши воспитанники играют практически во всех клубах Белоруссии. Вырастет из ребенка профессиональный футболист или нет, покажет время. Да и это не самое главное. Зато здесь он научится отражать удары, закалить здоровье и характер. И будет, что называется, пределе. А это, согласитесь, не так уж и мало. Уважаемые брещане, приближается знаковая для всех белорусов дата. 22 июня. День всенародной памяти, жертв Великой Отечественной войны и начала героической обороны Брестской крепости. Программа мероприятий насыщена и многопланово. И начнутся они уже в воскресенье 20 июня. В воскресный день в 10 часов на площадке у кинотеатра «Беларусь» выездная акция «Жить, чтобы помнить» с участием передвижной экспозиции Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. С 11 начнет работу Международная филателлистическая выставка «Брест-2021». Продолжится мероприятие 21 июня. В 15.30 на улице Зубачева пройдет международная акция «Сад памяти», участники которой торжественно передадут в музей Брестской крепости флаг Всероссийской патриотической акции «Эстафета флага Победа». В 17 часов по маршруту Зубачева-Гоголя-Советская марш с участием реконструкторов предвоенной поры, которые соединятся с участниками последнего мирного вечера 1941-го. Здесь же и в это же время пройдет встреча участников пробега «Брест-Иркутск-Брест» и литературные программы. И уже ночью 22 июня в 3 часа 30 минут в цитадели над Бугом на площади церемониалов начнется митинг-реквием, посвященный 80-летию начала героической обороны Брестской крепости. В 5 часа утра на Кобринском укреплении Брестской крепости пройдет военно-историческая реконструкция. Всех брещан и гостей города приглашаем принять участие в торжественных мероприятиях. Это были итоги недели. Мы встретимся снова через 7 дней. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БугТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я Виталий Матюшин. Желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова